Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы вместе с вами будем распаковывать посылки с Алиэкспресс. На всякий случай напоминаю, что все мои видео с распаковкой обязательно идут с мини-обзором и примеркой вещей. На этот раз они все какие-то у меня мега объемные. Ох, я вам попытаюсь показать. Судя по их форме, это скорее всего одежда. Но есть еще разные малютки, вот такие вот, поэтому здесь может быть все что угодно. Давайте по традиции начинать с самой верхней. Вот этой вот. Что-то как будто шифоновое. Это платье! Это платье на тоненьких бретелечках. Красивенькое. Ну что, время первых примерок. Почему-то мне хочется назвать это платье более классическим. Может потому что оно в черном цвете и довольно такого свободного, простого покроя. У меня в размере L выбирала только из-за длины, потому что я знаю, что маленькие размеры прям очень короткие. Вверх у него как будто тонкий шифоновый и есть подклад. В L мне оказался слегка большеватый верх, как видите. Но в целом по фигуре село хорошо. Очень универсальное платье, можно сочетать с чем хотите. И с джинсовой курточкой, и с кожанкой, и с кроссовками, и с какими-то яркими кедами. Короче, мне кажется, это супер универсальная вещичка и в ней действительно удобно. Следующая посылка тоже какая-то огромная, мягкая. Ах, это такая вот кофта, смотрите, на замочке в капюшонах. Ну что, давайте примерим. И вот как это смотрится на мне. Это вот такая вот длинная кофта реглан. Длина ее прикрывает мне попу, и в принципе это очень даже удобно. Особенно в прохладные осенние вечера. Цвет топленого молока, мол, мне идет очень интересно, как будто наискосок закрывается. Есть кармашки и удобный капюшон. Мне кажется, очень классная такая олимпика, ветровка. Ткань синтетическая, она довольно тонкая. И вообще можно ее постоянно с собой носить в сумке. Все равно она практически не мнется. Кстати, предыдущая посылка не была с сайта Алиэкспресс. Она была с другого китайского сайта. Название и ссылку где-то оставлю здесь. И следующая посылка тоже будет с этого магазина. Это тоже венча. Давайте посмотрим, что на этот раз мне попалось. Ааа, что это такое хорошенькое? Зайчики. Ааа, боже мой, какое хорошенькое. Размер закрывает весь мой кадр. И можно вешать сарафанчик, как мой новый фон. Сейчас мы его примерим и посмотрим, как это выглядит на мне. На самом деле это не халат, а платье. Оно универсального размера. Вот почему оно кажется таким огромным. Выполнено из 100% натурального хлопка. Это сразу же заметно. На ощупь оно мега приятное. Ну, конечно же, как и все натуральные материалы, довольно быстро мнется. Принт очень занятный. Это кролики с оленьими рожками. Весь прикол этого платья в том, что у него на талии есть вот такие вот затяжечки. А ими вы уже сможете сделать себе талию. В общем и целом, мне нравится сам концепт таких свободных вещей. Тем более, я обожаю натуральные ткани. В частности, хлопок. Очень прикольно. Палетнему как смотрится. Освежающе. В общем, я им тоже довольна. И еще здесь у нас в кулечке была одна вещица. Это купальник. Ну, как же ж мои распаковки без купальника? Ну, прям каждое мое видео обязательно попадается в какой-нибудь купальник. Рассветка, кстати, мне нравится. И мне нравится, что здесь большие чашечки. Вы помните мою проблему с размером груди? Вернее, отсутствие проблемы с грудью. Ну, в общем, не важно. Сейчас померяем и посмотрим. Верх и низ купальника у меня в размере S. Как ни странно, верх сел очень даже хорошо. Удобные чашки с пушапом. Все как мне нужно. Плавки, конечно, мне кажется, менее удачные. С высокой посадкой. С одной стороны, это классно, потому что прикрывает живот и бока. Ну, с другой стороны, выглядит как будто в бабулиных панталонах. Но, опять же, может это мне не нравится. Я вообще планирую к этому верху докупить обычные однотонные черные плавки. Мне кажется, будут выглядеть намного лучше. Ну, в общем, в целом, очень классная расцветка. Хорошо сделан купальник. Определенно буду его носить. Это 100%. Ну что, продвигаемся дальше. Походу, у меня все посылки пришли с одеждой одновременно. Знакомый логотип. Мне обычно приходит такая бижутерия. Ну, первый раз. А-а-а-а! Что это? Смотрите. Что это такое хорошенькое? Походу, фирма Яманка у нас запускает одежду. Это кофточка. Прозрачная кофточка. О, вы меня видите? Решила я под эту кофточку надеть майку. Конечно же, не буду я ходить в белье и прозрачной кофточке. По ссылке выглядело очень странно. Но вот я смотрю на себе и очень даже нежно. Цвет такой припыленно-розовый. И вот вы видите на рукавах и там, где пуговицы. Внизу на поясе есть вот такие вот вязаные вставки с дополнениями золотой нити. Пуговички обшиты как будто бархатным материалом. Сама кофточка абсолютно прозрачная. Напоминает шифон. Очень нежно прям смотрится. Минь, так красиво упакована. Посмотрите, какая хорошенькая. О, это походу футболочка. Такая майка без рукавка. Футболочка выполнена из хлопковой ткани. Очень приятная к телу. И спереди у нас вот такой вот орнамент в виде цветов. Украшенных подвижными яркими ленточками. Я знала, что вот такие вот цветочки и вышивка очень часто используются для декорирования одежды. Это, по-моему, какой-то тренд. Мне нравится ее длина. Мне нравится качество ее ткани. Очень интересно выглядит. Ну, это такой прям ежедневный лук. Можно с жильцами, можно с какими-то белыми брюками. Очень самобытная, интересная вещичка. И открываем нашу самую загадочную. Полностью черную. Нет, здесь что-то розовое. Розовое я люблю. Это уже хороший знак. У него новорозовые вещи. Штанишки. Это, кстати, по-моему, для занятий спорта. Точно. Штанишки вот такие вот плотненькие. И к ним вот такой вот регланчик. Еще все под цвет. Классная ткань такая дышащая. Не терпится уже прям примерить. Так как это спортивная одежда, очень важно такие качества, как воздухопроницаемость. Поэтому ткань очень интересная и выполнена как будто с сечистыми вставками. В виде вот таких вот дышащих пор. Реглан идет с вот таким вот капюшоном. Это очень удобно, потому что я когда бегаю, у меня всегда замерзают мочки ушей. И на рукавах есть вот такие вот прорези для пальчиков. Низ у нас в виде вот таких вот бриджей. Они сделаны с более уже плотной тканью. Немножко мне напоминает вот эти вот утягивающие лосины. Часть, которая на талии, на поясе, она укреплена. И за счет этого приятно подтягивает животик. В целом мне очень нравится цветовое решение. Да и вообще я уже жду не дождусь, когда начну в этом бегать. Ну что, давайте открывать малышки. Здесь у нас какое-то письмецо. Ребята, счет. Маленькая черная коробочка. Ммм, а это сережки. Сережки в виде вот таких вот скромненьких гвоздиков. Они бывают с разными цветами камешков. У меня с вот таким вот желтеньким, похожим на цитрин немножко. Очень аккуратненько сделаны, ничего лишнего. Вот сейчас в руках мне почему-то похоже на какой-то бутончик. Цветка, сверкающие, но не сильно яркие камешки. Поэтому отличный вариант на каждый день под прям любой аутфит. Давайте возьмем маленький черный пакетик. Может здесь что-нибудь интересненькое. Ааа, наконец-то! Моя помада с цветочком пришла. Офигеть, какая она классная. Пахнет не очень, но очень красивая. Наносится прям как гель какой-то. Очень увлажняющая, классная, но запах мне не очень нравится. Он походу самопроявляющийся цвет. Вот такой вот розовенький. Двигаемся дальше. И на очередь у нас такая туго набитая посылка. Я прям боюсь очень тут что-то порезать. Это джинсы. Это 28 размер. Я обычно ношу 26, но почему-то мне всегда не везло с китайскими джинсами. Я в них вообще не влазила. Нала больше на размер и мне кажется я слегка переборщила. Хотя я очень поправилась за последнее время. Может даже вполне и подойдут. Давайте померяем, посмотрим. Как ни странно, джинсы оказались мне по размеру очень даже в пору. Ткань плотная, но очень хорошо растягивается. Видимо в составе есть эластан. А это для меня огромный плюс. По крайней мере мне будет в них удобно сидеть. Здесь у нас высокая посадка. Если хорошо подтянуть, можно и пупок закрыть. Штанины у нас не заужены, а более ровного покроя. И мне очень импонирует то, что цвет однотонный. Обычно если есть какие-то потертости, оно сразу же не прибавляет объема в ногах. А это мне очень прям не нужно. Прям очень-очень. Поэтому смотрятся они довольно классическими. Такие однотонные, темно-синие, универсальные джинсы. И в качестве подарочка мне положили какую-то визиточку. И это резиночка для волос с такими подвесками. Мелочь, а приятно. Посылок остается все меньше. У меня начинает разряжаться батарея на камере. Поэтому мы очень спешим. Открываем самую здоровую. Вот она какая на весь кадр. Смотри, рюкзак пришел. Наконец-то. Блин, он такой здоровый. Я думала, он маленький будет. Посмотрите на это. Боже, такой нежный, милый. Офигеть. Более милого рюкзака, мне кажется, у меня никогда еще не было. Выполнен из плотной такой хлопковой ткани. Впереди декорированный кармашек на молнии. А внутри у нас, оказывается, есть отделение для ноутбука. Никогда бы не подумала. Я вообще думала, что это какой-то школьный рюкзак. По бокам у нас карманчики для напитков. И сзади вот эта вот спинка сделана как будто с подушечками. Наверное, чтобы удобнее было спине, когда таскаете с собой постану ноутбук. Поверьте, оно на спину сильно дает. Шлейки тоже декорированные, мягенькие. В общем, очень приятный рюкзак. Вообще идеальный по цветовой гамме, по оформлению. Есть он там в разных цветах. Если вам не нравится, прям такая синая нежнятина. Но вы знаете, что я прям любитель сахарных вещей. Чем милее, тем красивее. Очень универсальный, классный рюкзак. Определенно очень довольна покупкой. Следующий вход идет малютка. Так, давай быстрее. Пакет в пакете. Это уже интересно. Коробочка вот такая. Написано Дара. Класс. Это сережки. Поняли, которые гвоздик. И снизу вот здесь вот под мочкой уха еще вот такой вот ободочек. Наконец-то они пришли. О, давайте мерить. Сережки очень самобытные. Они сделаны как будто наоборот. Видите, здесь гвоздик в виде вот такого вот камешка. А здесь пять вот таких вот жемчужинок. Здесь же наоборот. Жемчужинка это у нас гвоздик. И здесь у нас такие камешки. У меня, честно, в коллекции таких не было. Ну как это круто смотрится вообще. Я прям в них любилась с первого взгляда. Очень оригинально и интересно смотрится на ушках. Вот я вам обещаю, незамеченными они точно не останутся. Так, вы держитесь. У нас остается только две посылочки. Это тушь для ресниц. Упаковка очень на что-то похожа. Прям даже название и цветовая гамма один в один. Напишите в комментариях, на что вам похожа эта тушь. О, смотрите. Набор кисточек для макияжа с чехольчиком. Офигеть. Ну что, у нас остался один пухляшочек. Давайте его откроем, посмотрим, что там у нас. Что это? Что-то мягкое и приятное. Это что, пледик или что? Слегка такая бабулькина расцветка, но ткань очень нежная. Прям приятная к телу, такая уютная. Я прям вижу себя с таким платочком на плечах перед камином в зимние вечера. Блин, я что, старею или... Ладно. Сам платок выполнен из синтетической ткани, но она очень приятная. Я вот не знаю, как так можно сделать. Она очень мягкая, как будто с микрофиброй что ли. Даже вот ворсистая такая расцветка немножко похожа на плед. Планирую его использовать на шее. Ну, в виде такого шарфика можно намотать, чтобы тепленько было в шее. Или же можно вот так вот платочком набросить на голову. Прям меня очень подкупила его мягкость. Прям готова на нем спать. Вот я серьезно. Ну что, мой стол уже опустел. А это значит, что видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам было интересным или полезным. Все ссылки на показанные товары я оставлю внизу в инфобоксе. Вам нужно будет нажать вкладку «Развернуть». Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока!